Приветствуем всех трейдеров и сегодня рассмотрим бесплатные сигналы брокера PocketOption. Самыми простыми сигналами у брокера может послужить панель настроения рынка, которая находится внизу над торговой панелью. Если вдруг у вас нет данной панели, то включить ее можно нажав на три точки на графике и выбрав настроение рынка. Суть данного индикатора сводится к тому, что он показывает, какое количество сделок сейчас совершается на платформе у брокера. И соответственно, чем больше красная цифра в процентах, тем больше совершено на данный момент покупок опционов PUT. А если больше зеленая цифра в процентах, то значит было совершено много покупок опционов COLL. Индикатор настроения рынка привязывается к выбранному активу и таймфрейму. Поэтому, меняя торговый инструмент, меняется и показания на панели. Соответственно, принимать решения по торговле можно и опираясь на данную панель. И сделки можно совершать вместе с другими трейдерами в сторону преобладающих опционов. И это либо вверх, либо вниз, в зависимости от показаний панели. Но обратите внимание на то, что показания данной панели очень нестабильны. И поэтому такие сигналы стоит использовать либо вместе с другими стратегиями и индикаторами, либо основываясь на собственных решениях, а не только на показаниях панели. Более качественные сигналы можно найти на панели сигналов, которая находится в правом меню. И открывая данную панель, можно увидеть все сигналы, которые есть для каждого инструмента. Также можно посмотреть сигналы для любого таймфрейма, вплоть до 4-х часового графика. В настройках на данной панели можно запустить системные сигналы, которые появятся слева под названием инструмента. Как уже стало ясно, направление сигналов можно определить по стрелочке вверх или вниз. И также обратите внимание, что есть сигналы с одной стрелочкой, а есть сигналы с двумя стрелочками. И соответственно, чем больше стрелочек, тем сильнее сигнал. Сигналы на данной панели есть не только для валютных пар, а для всех инструментов, которые торгуются у брокера. И это как валюты, так и криптовалюты, сырьевые товары и акции. Но особое внимание стоит обратить на информацию, которую можно увидеть, нажав на знак вопроса на панели. Где сам брокер говорит о том, что данные сигналы основаны на индикаторах, доступных на платформе. Например, скользящие средние или линии Боллинджера. И поэтому сигналы не могут быть абсолютно точными. И поэтому сам брокер настоятельно рекомендует использовать сигналы только в качестве дополнительных, но никак не самодостаточных инструментов технического анализа. А если говорить проще, то используйте данные сигналы только вместе со своими стратегиями или индикаторами. Если вы хотите получить еще больше полезной информации, то найти ее можно на нашем сайте по ссылкам в описании. Удачной торговли!